Трэм подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем готовить котлетки. Для котлеток у нас ничего не нужно варить, как в лазанне, да? Нам просто нужен свиной фарш. Так. Ещё немножко, я бы сломала ногу сейчас. Итак, свиной фарш мы вываливаем вот так вот. Вот так вот вываливаем. В эту мисечку-тарелочку вываливаем две штучки. Так, потом нам нужен лучок. Мы его уже нарезали. И мы его пытаемся вот так вот добавить. В общем, добавляем, я говорю, не мимо. Но можно нарезать его, можно натереть, что угодно с ним можно сделать. Главное добавить. Потом мы берём яички. Две штучки. Может, тем кого-нибудь одолжить. И я плохой цыплёнок. В общем, бьём их. Разбиваем. Затем вторую. И где-то там у нас плавает скорлупка. Скорлупку мы вынимаем. Ненавижу скорлупку. Дальше мы добавляем соли. Немножко соли. Чуть-чуть. Совсем немножко. До вкуса. Соли должно быть немножко. Иначе вы пересолите ваши котлеты. И типа всё. На этом всё кончится. Но можно добавить, конечно, картошечки. Она вообще сыплется. Теперь мы добавляем чесночный перец. И всё. Всё. Теперь мы всё это должны перемешать. Яичко мы добавляем для того, чтобы у нас всё это было... Короче, чтобы можно было что-нибудь слепить. А если яичка слишком много, то добавляем ещё фарша. Если у вас нет фарш... Ну ладно, я не буду на это всем шутить. А то всё равно вырежет. И всё. Итак. Наш фаршик готов. Наша масса для выпекания котлеток. Сейчас я её по традиции попробую, потому что я люблю есть сырое мясо. Нормально. Хорошо. Вкусно. Очень вкусно. Скорость. Далее мы добавляем на сковородочку... Ну вот мы включили конфорку. Далее мы добавляем на сковородочку масло. Я без очков, поэтому я не вижу, куда лью. Не то. Ждём, пока оно будет разогретое. Тем временем я добавила ещё немножко перца с чесноком. Типа зачем? Я не знаю. Просто чтобы было. И немножко нарезала сыром. И сейчас его будем ломать. Ломать. Вот так вот. Я могла его отрезать, но... Мне просто по приколу. И... Так как я добавила, надо ещё немножко помешать. В этом всем испачкаться, да? А вообще... Если бы у нас была крошка для зажарки, её можно было бы использовать. В этом всё. Берём мясо, кусочек сыра, кладём. Вообще можно ещё на маслоть положить в котлетку вместе с сыром. Но вообще пофиг. Это будет очень остро котлетка. Кладём. Ужрём. Кладём. Угу. Заворачиваем. Если у вас есть сухарики или панировка, вы можете, вот, когда завернёте, просто в панировочке обвалять, да? И положить на сковородку. Кладём. И ещё кладём. Итак, все котлетки, пока у вас не кончится фарш и сыр. По-моему, я сейчас только что обожгу всю сковороду. Надо скорость упалить. А то мы её слишком не сёмся. Просто этот дом на колёсах. На колёсах. Да ладно. Кладём. Я могу пару доесть. Кажется, пора переворачивать какую-то из котлеток. Теперь мы... Переворачиваем котлетки по мере надобности и ждём, пока они приготовятся. И когда они будут готовы, мы к вам вернёмся. Вот наши мясные пирожки с сыром протомились минут пять, десять, пятнадцать, двадцать, конечно, на второй скорости. Мы снимаем крышечку. Вот наши треугольные мясные пирожки, наши треугольные котлетки. Как угодно вообще можно называть. Вот из них выделился сок. Сок смешался с маслом, и они поэтому томились. Поэтому всё прожарилось, на самом деле всё пропеклось. Вот, вы можете заметить, что вот этот пирожок особенно треугольный. Треугольный. Да ладно. Ну и можно есть с гарниром каким-нибудь, или просто брать и жрать руками так. Ну ладно. Хорошо будет сочетаться с картошкой, типа с пюре, с жареной картошкой. Но мы это будем всё делать с макаронами, поэтому... Вот, всё. Всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok